Да, всем, кто зарегистрировался, мы обычно, конечно, скидываем видео, и вы сможете в удобное для вас время потом еще посмотреть. Так, ну, начинаем наш вебинар. Сегодня мы говорим про то, как создать успешную организацию. Это одна из больших таких тем нашего нового курса, который будет запускаться в Битрусской теме 18 августа. Это HR for Transformation, Настя Хижняк. Вот я чуть-чуть тебя представлю. Она автор этого курса. И сегодня делает презентацию по одной из этих тем, которые будут в курсе. Немножечко затронет также другие темы, да, и, в принципе, расскажет, о чем же этот курс, для чего он и для кого. Вот у нас рассчитан этот вебинар до двух часов. Вот, если справимся раньше, то чуть-чуть раньше закончим. Сначала будем, каким образом сделаем. Настя будет презентовать, да, свою презентацию, да, извините за цитологию. А потом мы будем отвечать на вопросы, которые вы уже задавали при регистрации. Было много, и они очень классные и интересные. А также, если у вас будут по ходу вебинара возникают новые вопросы, то вы задавайте здесь в чатике, и потом я перенаправлю Насте, вот, и она тоже сможет отвечать. Все, тогда поехали. Да, все так и есть. И я думаю, да, мы действительно справимся быстрее. Хотя, ну, тема такая у нас съемкая сегодня и большая, и очень философская в каком-то смысле. Но я думаю, что мы справимся быстрее, поэтому останется время как раз на обсуждение, на вопросы. И, да, как правильно Оксана сказала, всем огромное просто спасибо за вопросы, которые вы садмитили, когда заполняли форму. Некоторые из них я уже успела интегрировать в презентацию. Ну, и вот остановлюсь на них по ходу. Некоторые оставила на конец, там, где, может быть, чуть-чуть они отходят от моей темы, но мне интересно их тоже раскрыть. В принципе, да, как сказала Оксана, можно писать сразу вопросы в чате, но я не буду смотреть по ходу, потому что я открою презентацию, буду смотреть на презентацию. Но мы вернемся к ним в конце. Ну, и плюс в конце можно будет еще включиться голосом, озвучить, поговорить. Там, если более длительный большой кейс, то тоже рассказать. С радостью обсудим, поговорим. И немножко расскажу, чтобы создать ожидания, так как там часть вопросов была, например, про ремоут команды или этапы развития команды. Немного про финансирование компаний было. И чтобы создать, да, правильные ожидания, мы сегодня это не будем детально затрагивать, так как у нас сегодня тема больше общая об организациях. И мы будем разговаривать об строительных блоках организации и то, на что нужно обратить, как применять системный подход в построении организации. Поэтому так глубоко мы нырять не будем. И сейчас сделаю то, что я не люблю, когда делают на других лекциях. Но об этом вы можете узнать на моем курсе. Я обещаю, что не буду часто использовать эти слова в своей презентации, так как, правда, этого не люблю. Просто мы сегодня глубже нырнем в конкретную тему с организациями. Все, что касается команд. В курсе мы еще раскрываем про лидерсип и менеджмент, разные подходы. И в чем, в принципе, разница между этими понятиями. Что такое change management и как проводить изменения в организациях. Как работать с командами, с людьми. И какие есть HR-практики новые. И, в принципе, сам курс называется HR for transformation. И был один из вопросов, который вот сразу, да, отвечу. Курс не только для HR. Он как раз вот для людей, которые интересуются в целом, как работать с организациями, как разные элементы организации взаимодействуют между собой. Опять-таки, как с людьми работать, как проводить трансформации, изменения. Почему мы оставили название HR for transformation? Потому что я искренне верю, что люди – это наш ключевой ресурс. Не люблю это слово, но использую его здесь. Что без людей никакой организации не может быть. Что все организации строятся только с хорошими, классными людьми. Поэтому цель назвать так курс была в том, чтобы вынести HR-функцию на стратегический уровень. И у меня есть хороший друг CTO в одной из компаний. Он шутит, что он сейчас HR. Это очень показательно, так как, когда действительно компания начинает серьезно задумываться о том, как успешно построить свою организацию, они в какой-то момент приходят очень много к разговорам о людям, о культуре, о ценностях. И это все то, что по старинке приписывают к HR-функции, хотя на самом деле это организационная функция. Поэтому HR здесь больше как human resources, а не как HR именно роль в организации. Вот поэтому сразу покроем этот вопрос. Почему мы сейчас здесь собрались? Да, вы видели, что я на самом деле работаю сейчас как HR в компании BitRoot. И BitRoot и BitRoot Академия очень тесно сотрудничают. Это не одна организация сейчас, а две разных, но очень тесно и близко сотрудничают. Я постоянно работаю с HR. Но почему вообще началась идея этого курса и почему мы сейчас разговариваем здесь и с точки зрения этой лекции? И какое-то время я работала действительно там как рекрутер, как HR в организациях. И когда ты постоянно находишься в определенном контексте, ты думаешь, что это вот твоя норма. Ну вот что там все так работают, например. Или ты видишь какие-то менеджмент-практики, которые применяются в организациях, и ты, а, ну так и должно быть. В один момент я начала задумываться о том, что может так не должно быть. И глубоко начала копать. В то время очень много я общалась с разными людьми, которые были в Agile тусовке. И Agile еще был все-таки ближе к разработке именно программного обеспечения, как подход, как философия даже. Но начала глубже копать, увидела, что, в принципе, подходы Agile начали применять и в других сферах, и, в принципе, именно на уровне организации начали их применять. И вот картинка здесь как раз относится к тому, что называют более новый Agile или более современный Agile, который включает в себя именно принципы построения организаций или принципы работы с командами. Их вот основных четыре принципа. это делает людей классными, то есть постоянно помнить о том, что действительно люди у нас в центре нашей работы. И здесь имеется в виду все люди, то есть не только наши команды, с которыми мы работаем. Нет, здесь про всех людей, и наших клиентов, и наши команды, наши саппорт-команды. Если у нас какие-то есть вендоры или поставщики услуг, мы делаем их классными, то есть делаем нашу кооперацию, нашу работу такой, чтобы она была приятной для всех, так, чтобы все из нее получали пользу. А, собственно, вот постоянно приносить пользу – это следующий value, следующая ценность нового Agile. Все это возможно только, если у нас есть безопасность как основополагающая, как база. То есть мы говорим о безопасности в том, чтобы экспериментировать, в том, чтобы совершать ошибки, высказывать свое мнение, вести конфликты или там теншины решать. То есть действительно находиться в безопасной среде для того, чтобы постоянно можно было проводить эксперименты. И у нас это как раз четвертая ценность, и на них постоянно учиться. Из вот Agile и новых подходов именно к HR я начала увлекаться построением организации, а конкретно вот новыми веяниями, то, что там сейчас называется бирюзовыми организациями, плоскими организациями. Где-то года три назад это у меня было прям такое очень серьезное увлечение. Я думала, что это единственный правильный путь. То есть такая прям как вера серьезная была. Сейчас я немножко от этого отошла. Это уже не такой уровень категоричности. И сегодня мы об этом тоже поговорим. Но так вот я и пришла в Битрут в свое время, как раз потому, что Битрут экспериментировал с подходами к плоскости или к тому, что работать без начальников. Собственно, так я к этому и пришла. Ну и мы сегодня много будем говорить о системности, системности подхода, системности мышления. В принципе, вы будете много от меня слышать это слово. И почему я об этом сейчас говорю? Не только потому, что вот у меня System Thinking написан последним пунктам, а потому что третий пункт – это mindfulness, ментальное здоровье, счастье с психологической точки зрения, такой серьезной, научной. Я вот искренне верю, что мы находимся в системах постоянно. И не в плохом смысле, как, я не знаю, большой брат за нами наблюдает, мы в страшной, агрессивной системе. Нет, в том, что там любые изменения, любые движения в организациях могут происходить только, когда происходят изменения на личностном уровне. Кстати, мы это тоже сегодня затронем. Но поэтому для меня очень важно, когда мы говорим об организациях или о людях, чтобы мы говорили еще и о пси-здоровье, о таком более комплексном подходе к общению с людьми и к себе. В очень большой мере к себе. Как говорит мой хороший коллега Вова, не зря даже на самолете маску с воздухом, с кислородом нужно в первую очередь одевать на себя, а потом уже на остальных, на организацию. Поэтому с заботой о себе мы будем об этом разговаривать. Ну и, соответственно, когда мы говорим о трансформациях или переходах к новым, переходах к новым подходам, естественно, мы говорим о change management, что это такое, как проводить большие изменения. И вот в один момент мне тоже стало это интересно. Ну а вот работая в Бетруте, я вообще столкнулась с тем, что иногда нет какого-то целостного понимания, почему разные элементы организации взаимодействуют именно таким, а не иным способом. Особенно, когда вот там молодая организация создается или стартапы, которые быстро развиваются, постоянно растут. И вот тогда у меня появилась такая идея, что должна быть какая-то дисциплина, которая это покрывает. Я себе придумала, что это оргдизайн, и начала активно искать, что же это такое. И вот последние 2-3 года я активно этому учусь. Ну и, собственно, и мой курс, и то, о чем мы сегодня будем разговаривать, это большая выборка вот всех материалов, книг, курсов, которые я постоянно прохожу. Многим из этих вещей я продолжаю сейчас учиться. Поэтому такие up-to-date знания касательно разных подходов к организации, разных приборков и тому подобного. Поэтому постараюсь все это немного покрывать. Ну и, соответственно, можно мне задавать по этому вопросы. Если в конце останется, будем тоже общаться. Переходя, собственно, больше уже к нашей теме, выбрала такое название «Как построить успешную организацию». Настя замьютилась. Не мьютите меня, пожалуйста, Инна. Да, можно здесь замьютить другого человека, поэтому не мьютите меня, пожалуйста. Да, вот говорила, что выбрала такое провокативное название «Как построить успешную организацию». Немножко, чтобы привлечь внимание, немножко, потому что нет простого ответа или там «Как построить успешную организацию?» читайте в моей новой книге «Никак». Почему именно так это выбрала? Потому что был пару лет назад хайп, там, знаете, копировать систему организации Google, копировать Spotify-модель, копировать еще чью-то модель. Это не работает. Почему? Потому что организация – это сложная система, и вот мы сегодня будем разговаривать о ее элементах. И если ты даже иногда находишься в организации, ты не всегда видишь, как на всех уровнях все элементы связаны друг с другом, поэтому там, выходя из организации, пытаясь вынести их опыт, или вот особенно если пытаться его перенять, находясь вовне, не находясь в самой организации, очень сложно. Поэтому вот очень часто применяют только видимую часть, только то, что замечают об организации. Потом, естественно, там не получается сделать второй Spotify или второй Google, и проваливается такой эксперимент. Собственно, мы сегодня будем говорить о таком длительном ответе, как же сделать успешную организацию или на что обращать внимание в построении организации. Добавила вам тут картинку о том, что там организация может выглядеть одним образом, а потом видишь, что очень много дополнительных связей в ней находится. Собственно, поговорим о длительном ответе. Уже сказала, что компания – это сложная система, которая состоит из множества элементов, и если их между собой не балансировать, будут происходить системные ошибки, а системные ошибки – это любые противоречия, которые происходят в системе, которые заложены в сами дизайн системы, ну и, соответственно, это будет вызывать хаос, как моя одна из любимых картинок, когда вот все горит, все плохо, а давайте еще введем KPI и будем мерять наши результаты. К сожалению, да, это уже не очень работает. Возможно, у кого-то из вас бывало такое в практике, что там, например, проводится какой-то процесс изменения, а он не приживается. Или только там вот ввели, провели изменения, вышли из него, отвернулись, а все вернулось на старые места. Если было, можете там ставить в чатике плюсики, или можете потом поделиться кейсами, мне будет очень интересно узнать. Я уже несколько раз сказала, что, да, организация у нас сложная система. Что же такое сложная система? В целом сложная система – это система, у которой очень много между собой связей, которая не всегда линейная, то есть вы не всегда можете проследить, что делаем одно действие, и оно приводит к такому-то результату. Почему сложная система? Ну, вот сказала, много элементов, и еще много дополнительных непредсказуемых факторов, как, например, участие людей в системах, поведение которых мы не всегда можем предсказать, или реакции которых мы не всегда можем предсказать. Мы иногда догадываемся, прогнозируем, а потом все происходит совсем по-другому. Плюс мы же не работаем в вакууме, мы взаимодействуем с внешним миром, и вот этот год доказал, что мы находимся вообще в сложных зависимостях, когда ты можешь строить себе стратегию на этот год, а потом случается корона, и все приходится переобдумывать, все приходится перепланировать, и снова выстраивать эти сложные связи. Да, и один из примеров другой сложной системы – это человеческий организм, и, в принципе, организации очень часто сравнивают в этом плане тоже, элементы организации сравнивают с разными частями человеческого тела, для того, чтобы было немного понятнее. Ну, и вот здесь у нас можно тоже увидеть, что наша why, наша причина, миссия, почему существует наша компания – это такой себе мозг, стратегия – это глаза, куда мы смотрим, как мы двигаемся, люди, культура – это наше сердце, которое разгоняет кровь, разгоняет энергию по нашему такому организму, организации, ну, и все структуры, процессы, системы контроля, метрики – это наше тело, наша форма, что нас держит вместе, что нам придает определенную структуру, опять-таки. Почему начинаем всегда с почему? Ну, небольшая тахтология. Я вообще предпочитаю начинать с почему в любой ситуации, не только в организациях, вот когда что-то там меняется, когда внедряете новые подходы, когда что-либо хотите поменять, задавайте себе вопрос «почему?». Почему в нашем контексте, почему существует ваша организация, какая у нее цель, или почему вы ее решили создать, какую, может быть, проблему она решает, или какой сегмент пользователей, потребителей, или какой сервис предоставляет, или какую нишу вы хотите занять, что отличает вас от других организаций, почему вы ее создаете, собственно. И здесь действительно нет правильного ответа, здесь это вот внутренний, очень часто ответ фаундеров, то, на что они ориентируются, то, о чем они думают, когда как раз решаются создать организацию. И на самом деле вот там даже ответ «заработать денег» это абсолютно нормальный, честный ответ. Очень важно быть именно здесь честным и без осуждения к себе, потому что наше вот это «почему?» оно дальше прогнозирует очень сильно и влияет на нашу стратегию, на то, как мы дальше выстраиваем взаимодействие между разными элементами, поэтому чем честнее вы можете быть с собой, а, соответственно, потом и с людьми, которые с вами работают, или которые вам помогают строить вашу структуру, тем лучше, тем меньше потом недопониманий, обманутых ожиданий. А вот это вот, кстати, самая распространенная проблема в организациях – это коммуникация и обманутые ожидания, ну или там недокоммуницированные ожидания. Поэтому начинаем с самого вот такого честного к себе вопроса и самого честного ответа в этом плане. Ну и, собственно, это наша такая миссия, это то, что нас двигает, этим «почему» потом очень легко вдохновлять людей, которых вы нанимаете, ну и, собственно, строить свой найм правильных людей, которые тоже будут разделять ваше «почему». Это, если что, не реклама книги «Start with why», хотя можно ее тоже почитать, и на самом деле вот эта диаграмма про золотой круг – это оттуда, как раз о том, что мы очень часто знаем, что мы делаем как организация или как человек. Иногда мы знаем, как мы это делаем или там что руководить нашими действиями, но иногда нет, не хватает вот этого «почему» и из-за этого получается, что недокоммуницированные смыслы, и люди могут работать достаточно неплохо, но не будет запала, вы не сможете ожидать от людей вот этого вот вдохновения, полностью проникновенности вашей миссии, так как у вас ее нет. Все логично. Теперь, почему нам нужна стратегия или вообще что такое стратегия? Стратегия – это, собственно, достаточно сложное понятие, даже если начать его гуглить, я гуглила, поверьте, выдает очень много разных определений стратегии. Самые простые из них – это вот приблизительно, как нам воплотить в жизнь наши short-term and long-term goals, то есть как воплощать в жизнь наши краткосрочные и долгосрочные цели. Такие более развернутые понятия дают подходы к тому, как нам, например, потом распределять свои ресурсы, как нам нанимать людей, исходя как раз из нашего «почему». Мне нравится, в принципе, то, как Майкл Портер об этом говорит. Это один из преподавателей в Гарвардской бизнес-школе. Он как раз говорит о том, что стратегия – это наша уникальная позиция, то есть что нас как компанию отличает от других компаний, которые находятся в нашем сегменте или предоставляют подобный сервис. Оно нам помогает, конечно, потом распределять наши ресурсы, понимать, какие нам нужны скиллы, компетенции, то есть как мы нанимаем людей и как мы создаем себе конкурентное преимущество, на что мы обращаем внимание, чем наша компания лучше или там, да, отличается от других. Если немножко собрать это все, то это о том, как наше вот это вот «почему», о котором мы поговорили, как оно воплощается в жизнь, как мы к нему идем и какие шаги мы делаем на этом пути. И, собственно, существует очень много фреймворков того, как строить стратегию, так, чтобы дать вам несколько, например, вот McKinsey Strategic Horizons, достаточно популярное. Там они, например, говорят о трех горизонтах, на которые вы смотрите и распределяете свое внимание. Один из них – это ваша core business функция, то есть что вы делаете, как вам достигать организационной эффективности, и сюда вы распределяете 70% своего внимания и внимания вашей организации, соответственно, 70% своих целей вы туда выстраиваете, 70% времени посвящено именно этому. 20% – это emerging opportunities, то есть появляющиеся у нас возможности. Это о том, например, как рынок может меняться и какие он дополнительные нам интересные возможности может предоставлять или как может эволюционировать уже наша core business модель. И туда мы отправляем 20% нашего времени, ресурсов, целей и тому подобного. И 10% – это у нас blue sky или blue oceans, еще это называют. То есть такие совсем вдохновенные 10% нашего времени и наших ресурсов, которые мы распределяем на то, чтобы инновациировать, смотреть на совсем новые подходы или занимать какую-то вот еще более специализированную нишу, смотреть, что мы можем делать совсем по-другому. Есть value disciplines, как один из подходов, который больше ориентируется на понимание того, в чем мы хороши как организация и как, в принципе, основываясь на этих вот values, value preposition, как мы можем дальше развиваться. Есть balance scorecard, тоже такой подход. Вот он основывается на четырех основных квадрантах, куда приблизительно равномерно пытаются распределять внимание и выстраивать там все функции организации как раз вот под этих четыре основных квадранта, а это клиенты, финансы, внутренние бизнес-процессы и инновация, все, что связано с новыми открытиями. Мы в BitRute, например, пользуемся Hague-моделью. Это распределение тоже на цели на 10 лет, три года, один год, и мы его имплементировали еще с OCR-ами для постановки целей, так как очень верим вот именно в гибкие подходы, в то, что особенно сейчас в мире все достаточно быстро меняется, и OCR-ы как такой более короткий фреймворк для постановки целей очень быстро показывает результаты, быстро показывает, где можно менять подходы, быстро показывает, какие идеи, может, мы потестировали, и нам уже не подходит. Ну и на самом деле я буду тоже много говорить, наверное, это в течение нашей сегодняшней презентации, что рассматривайте все эти элементы, все это как инструменты, которые идут с какими-то определенными плюсами, но могут привносить за собой какие-то определенные не то чтобы минусы, но, скажем, там мелкие недочеты или не совсем хорошие стороны. И когда вы выбираете любой из инструментов, а в том числе и стратегию или способ целеобразования, то вы соглашаетесь на, соответственно, все плюсы и все трейд-оффы или вот все как раз минусы. И поэтому нет там одного фреймворка, который я вот посоветую и скажу, что выбираем только этот, он единственный правильный. Иногда может хорошо потестировать разные фреймворки и подобрать для себя тот, который подходит к видению, который лучше всего воплощает Y. Вот у нас там первая связка, что мы обязательно всегда возвращаемся к Y, выбирая любые инструменты. Мы всегда туда возвращаемся и пытаемся понять, насколько нам это подходит. Ну и то, что еще очень важно здесь упомянуть, то, что организационная эффективность – это не стратегия. То есть стратегия, как вы могли уже понять, это то, что мы ставим цели, мы разрабатываем, как мы будем идти к этим целям. Часто говорят, например, что в японских компаниях они очень нацелены на организационную эффективность, а это как раз работать хорошо, выполнять хорошо свою функцию, но без каких-то серьезных целей наперед и только вот там ограниченное количество японских компаний, которые вот скорее всего у вас уже на слуху, там есть стратегия, и они очень сильно из-за этого отличаются. Там, например, та же Toyota. Мы их знаем, и они активно развиваются и достаточно длительное время существуют, но при этом, если у нас просто цель хорошо работать, это, к сожалению, не стратегия, это там тактика, или это способ существования, способ работы, или это может быть одним из ваших values, но это не стратегия, поэтому очень важно об этом помнить. Из стратегии следующая связь у нас выплывают наши capabilities. К сожалению, многие термины используются на английском языке, если вдруг кому-то непонятно, я потом постараюсь перевести. Это вот наши такие главные способности, назовем их так, или то, в чем мы должны быть очень-очень-очень, еще несколько раз, очень хороши в определенный период времени, который запланирован в нашей стратегии. Они действительно меняются, эти capabilities. Например, могу привести такую известную компанию, IKEA. Не секрет, что у них стратегия в первую очередь была нацелена именно на производство такой вот простой мебели, которую люди могут приехать забрать, поэтому у них очень много направлено было к IKEA capabilities именно на работу внутри магазина, на там сами помещения, на то, как оформлены магазины, но при этом, например, доставка – это для них и слабое место, и вообще не учитываются у них какие-то capabilities. Или, например, вот Ryanair в этом плане хороший тоже пример, думаю, знаете, авиаперевозчика, так как лоукостам очень важно не терять деньги и время на том, чтобы… вернее, даже ни на чем не терять деньги и время, а стараться сэкономить как можно больше времени и денег. Соответственно, они приняли, например, стратегию, что у них capability – это очень классные пилоты, и они платят вообще в мире чуть ли не самые высокие заплаты своим пилотам для того, чтобы меньше терять времени при посадке и взлете, так как это суперклассные профессионалы, они могут себе позволить нанять просто высочайших профессионалов, платить им огромные зарплаты и, соответственно, экономить здесь время. То есть вот так вот планируются такие capabilities. И в целом, когда действительно продумываете свою стратегию, можно понимать так, а для того, чтобы на этот период времени мне ее воплотить в жизнь, что мне больше всего нужно обратить внимание? Условно, если в стратегии у вас на ближайшее время очень активный рост, соответственно, для вас recruitment HR-функция сейчас является key capabilities, и вы тогда должны понимать, если вы готовы действительно в нее инвестировать, иногда может стоить нанять одного суперпрофессионального рекрутера, который уже хорошо знает маркет, у которого есть нетворк, заплатить ему намного больше, чем рыночная даже зарплата, но при этом точно знать, что ты вкладываешь в достижение своей стратегии. Вот. Собственно, как раз это нам помогает понять, на что мы обращаем внимание в это время, где мы инвестируем, где мы направляем свои силы. Вот. Немножко разобрались, да, с мозгом, направлением компании, переходим к его сердцу или душе, можно даже сказать, это, соответственно, люди и культура. Я уже немного говорила о том, что для меня в целом люди находятся в центре организации, и это не только потому, что я HR, а потому что я не представляю организации без людей. И что включают в себя HR-процессы? Естественно, это правильный стратегический найм, и отсюда вот начинаются уже многие проблемы. Если не соединить найм с теми Kiki, Fibere, с которыми мы проговорили, или со стратегией, мы можем нанимать людей, которые, соответственно, не будут смотреть с нами в одну сторону, и у нас будут уже на этом моменте начинаться проблемы. И очень часто это, кстати, винят именно на конкретного человека, ну вот что там просто не попали в найме одного человека, хотя это системная ошибка о том, что у нас неправильно простроен найм. Мы, например, не знаем, чего мы хотим от людей, мы не знаем, какие нам ожидания, как формировать, и поэтому мы будем системно падать в эту же яму поставить, мы будем системно повторять эту ошибку, и неправильно нанимать людей, которые, соответственно, будут потом влиять на нашу культуру, и на нашу результативность, и на то, как цели мы будем ставить. И на самом деле вот иногда компании даже там меняют стратегии, меняют свои цели, но не думают о том, что найм является здесь большим ключом, смотрят, не достигаются цели. Вот там поставили слишком амбициозные цели, откатываемся назад, хотя на самом деле проблема может быть в найме, ну, и в том, что неподходящих людей выбираете, а это, собственно, создает конфликт потом и для людей, потом с ними приходится расставаться, это в итоге может еще и на ваш бренд повлиять, как работодателя, то есть здесь такие очень длинные, большие последствия могут быть. Естественно, HR-процессы включают в себя создание логичных стратегий, условий работы в компании, те же там соцпакеты. Соцпакеты, если вы хотите мотивировать определенное поведение или хотите, чтобы сотрудники ваши почувствовали, что вы действительно переживаете в определенных моментах, или вы хотите, чтобы они развивались в определенную сторону, соответственно, под это хорошо подгонять все условия, соцпакет. Там, например, хотите, чтобы люди больше учились, создайте для этого тоже там какие-то дополнительные благоприятные условия. Это могут быть как бонусы на обучение, это могут быть как в библиотеке, в офисе и тому подобное. То есть мы опять-таки помним о том, что для нас важно в стратегии, мы помним, какие у нас какие-то репибилитисы, какие мы хотим выращивать в людях способности, скиллы, и, соответственно, от этого мы пространим свою HR-стратегию. От этого складывается наша работа с командами, наши менеджмент-подходы или наши подходы к лидерству, то, как мы расстаемся, важно ли нам мерить вообще, сколько людей от нас уходит, или мы принимаем там, что в нашей стратегии расставание неизбежно, что у нас там быстро меняющая стратегия, которая поддерживает, что там люди будут часто уходить. Естественно, от того, какие у нас люди, создаются определенные культуры и ценности, хотя они, наверное, закладываются, даже не, наверное, они точно закладываются в первую очередь фаундерам. Часто говорят, что культура – это тень фаундера, так и есть. И как бы хотелось там, не хотелось с этим не соглашаться, соглашаться, это действительно так и есть, так как это человек, который вдыхает жизнь, он создает идею, он создает вот этот вайп, соответственно, он очень много вкладывает в культуру организации, и вы действительно будете долгое время это видеть. Иногда самая полезная работа с культурой на самом деле происходит на индивидуальном уровне работы с фаундером, так как его какие-то ментальные модели, которые потом транслируются в его поведение, которые потом копируются другими людьми, оно создает определенную культуру, и, соответственно, эта культура там может не то чтобы помогать, а реально мешать вашей стратегии. В целом, когда говорят о том, что такое культура, если очень просто, то это как у нас принято действовать. Вот если когда-нибудь в компании вы там спрашивали, а почему что-то происходит вот так там, почему мы не разговариваем об этом, или там, а почему там вот так у нас с нами происходит, и слышали ответ, ну, у нас так принято, вот это вот часть культуры. И самое забавное, что иногда, если ты потом начинаешь копать глубже, а почему так принято, люди даже не могут ответить на это, потому что действительно это настолько укоренировалось в культуру, это уже такое вот безусловное, которое они воспринимают как данность. Кто-то еще говорит, что культура – это то, как люди себя ведут, когда никто не смотрит. Ну, или это какие поведенческие линии поощряются, а какие нет, что, соответственно, разрешено, что окей в этой компании, а как себя ввести не следует, или вот что повлияет на то, что там плохие отношения будут в команде, в компании. Ценности нам помогают думать о том, как мы принимаем сложные решения, чем мы руководствуемся в принятии решений, на что мы опираемся. То есть если мы говорим о том, что у нас там одна из ценностей – транспарентность, ну, или там честность, открытость, соответственно, там обсуждение по принятию решений или принятое решение мы точно так же транспарентно, активно обсуждаем. Ценности нам помогают и культура понимать, как мы оспариваем уже принятые решения, понимает лучше понять power structures или структуры влияния силы в компаниях, то есть, например, у кого чуть-чуть больше, где влияние. Это тоже все часть культуры. Ну, и, как я сказала, какие поведенческие линии у нас не приняты, а, соответственно, за что мы можем уволить человека, например. И в одном из вопросов, если вдруг этот человек сейчас есть, был вопрос о том, как перевести культуру в компании от 2000-х к 2020-м. Если этот человек есть, сейчас слушает, то напишите в чате, пожалуйста, что вы имеете в виду под культурой 2000-х? Мне интересно вернуться к этому вопросу, пока мы тут о культуре, но я отвечу на него позже. Если вдруг этого человека сейчас нет, но вы посмотрите меня в записи, напишите мне лично. Мне очень интересно разобраться с этим вопросом, очень интересно понять, что вы имели в виду под культурой 2000-х и 2020-х. Моё любимое, очень люблю эту картинку, она о том, что так как культура и поведенческие модели, они строятся на очень глубоких убеждениях, причём убеждениях, которые у всех в организации есть, то есть мы приходим, мы понимаем, что здесь себя ведут вот так, здесь так принято, соответственно, это укореняется у нас как данность, то, на что мы опираемся. Поэтому любые изменения очень сложно проводить, не понимая, как культура будет с этим изменением существовать. И здесь мы снова возвращаемся к системному подходу. И как раз вот эту картинку, её называют, что культура – это как резинка вокруг нашей всей организации. И вот если там попытаться только поменять процессы, а они пойдут в разрез с культурой, так как поведенческие модели и человеческие, вот ментальные модели, они глубже, чем внешние изменения, то эта резинка потом так просто щёлкнет всё назад. И проводить изменения, не работая с культурой или не двигая всё одновременно, то есть если, например, подвинуть сразу там и leadership, и strategy, и structure, и processes, и поработать с людьми, тогда культура просто расширится и продвинется. Поэтому здесь два основных подхода. Либо работать очень много с культурой, либо подвигать всё вместе, чтобы системное изменение происходило, и оно подвигало чуть-чуть культуру, она потом приспосабливалась к этим изменениям. Почему здесь написано «дать им денег и пусть работают»? Очень часто культура воспринимается как что-то такое эфемерное, непонятное, неизвестно, как с ним работать, как к нему подойти. Поэтому, например, когда идёт речь о организационных изменениях, вот в первую очередь очень часто меняют структуру, процессы, или ещё лучше говорят, что людей же просто поменять, просто мотивировать и просто деньгами. Я не поклонник вообще денежной мотивации, поэтому просто отдать им денег, и всё будет решено. К сожалению, это не работает, и не работает для всех стопроцентно, и, в принципе, денежная мотивация, она очень кратковременно имеет успех-эффект. Поэтому я вот за такой очень глубокий подход и за работу полноценную с людьми. Если говорить о классификациях культур, они тоже существуют, есть очень много разных. Мне очень нравится классификация Кэмерона Куина, где культуры делятся на четыре типа. У нас есть две линии, две координаты. Одна из них – это насколько культура направлена внутрь или вовне, а вторая – это насколько много свободы, насколько много бюрократии. И, естественно, это не просто там у нас критические точки, там много свободы, много бюрократии или внутрь вовне. Это шкала, в которой можно находиться вверх-вниз, вправо-влево. И, соответственно, поэтому можно характеризовать культуру своей компании и, соответственно, потом понимать, какие у неё хорошие и какие более сложные черты для нашей стратегии или для нашей трансформации, и понимать, как с ними работать. В целом говорят, что полностью менять культуру очень сложно или практически невозможно. В принципе, в работе с культурой первым шагом всегда просят это сделать или предлагают сделать диагностику полную своей культуры для того, чтобы как раз понять, какая у вас культура, какие в ней суперположительные стороны и что вам сейчас мешает. Но на самом деле многие из этих вещей можно потом развернуть и использовать в положительную сторону. Есть, например, вот такие кейсы в больших компаниях, когда происходит какая-то большая трансформация. Она воспринимается людьми враждебно, потому что в культуре есть, вот, например, что люди видят компанию определенным образом. Например, вот есть очень сильная семейная ценность компании, и когда происходит большая трансформация, которая ориентирована сильно на маркет, соответственно, это начинает тормозить. Хотя ценность сама по себе очень классная. У вас люди, которые искренне лояльны к компании, искренне в нее верят, но если с ней не поработать, ее не проработать, соответственно, она будет очень сильно вас тормозить и может превратиться в такой вот сильный дробэк, будет оттягивать постоянно назад. Есть еще очень хороший кейс, почему важно думать тоже о культуре. Например, знаете, что KLM и Air France, авиалинии, они находятся сейчас в одной как бы семье, в одном... В принципе, у них было слияние в один момент, и сначала все прочили, что это слияние будет суперуспешным, потому что компании очень по похожим принципам работали, и обе были сами по себе очень успешны, слиянием они хотели покрыть больше маркета, больше веса набрать. И знаете, что им потом помешала культура? Потому что у датчан было впечатление, у нидерландцев было впечатление, что с французами плохо работать, французы ленивые, а французы считали, что работники KLM думают только о деньгах. И здесь очень сильно повлияли культурные стереотипы, и, соответственно, потом саботировалась работа, саботировалась кооперация между ними из-за того, что не было это сильно проработано. Ну, как раз вот такие кейсы, где культура очень может сильно мешать. Поговорили о таком более воздушном теперь о форме. Вот сказала, да, что чаще всего, когда происходит трансформация организации, в первую очередь думают о форме, и очень часто о форме думают вот только в плоскости, которая здесь показана на картинке, то есть как у нас построена компания, какие у нас есть уровни подчинения, какая у нас иерархия, грубо говоря. На самом деле я, например, люблю рассматривать структуру компании тоже в четырех основных плоскостях. Это насколько у нас она, форма централизирована, децентрализирована, то есть как у нас принимаются решения где-то больше сверху, то есть все сходится вверх, или очень много решений могут приниматься на местах. Формализация, насколько у нас что описано, не описано в компании. Департаментализация – это как мы делимся на команды. Там у нас функциональная команда, у нас продуктовая команда. И какая у нас, собственно, степень иерархии, то есть сколько у нас есть уровней подчинения, уровней влияния друг на друга. И опять-таки это не категорические стороны, то есть мы можем быть только централизированы, это опять-таки шкалы, по которым можно анализировать свою организацию и потом, смотря на свою стратегию, понимать, как нам лучше распределить нашу компанию. Условно, если там у нас в стратегии выходы на новые рынки, иногда лучше сделать серьезную децентрализацию, чтобы на вот этом новом рынке могли принимать самостоятельные решения, так как они там находятся, они общаются с клиентами, они четко понимают потребности рынка, но при этом, например, оставить какой-то серьезный уровень формализации процесса для того, чтобы это продолжала быть одна компания, она руководствовалась одними подходами, процессами, там или было понимание качества оказания сервиса, то есть прописать те моменты, которые очень важны, чтобы сохранить дух компании, чтобы сохранить вот это ощущение, что это все-таки одна компания. Ну и по уровням иерархии, понятно, есть более классические иерархические организации, где много уровней подчинения, где часто принятие решений сходится наверх или к менеджерам, или к middle-менеджерам. Модными сейчас очень популярными стали более плоские организации, где либо уровни иерархии меньше намного становятся, либо то, что называется сейчас flat-archies, то есть такой flat и иерархия вместе в одном слове, это когда есть уровни подчинения, но при этом команды, например, работают абсолютно плоско и сами принимают сообща все решения. Есть абсолютно плоские организации, где нет уровней иерархии, и очень многие решения могут приниматься людьми вне зависимости от того, давно они работают в компании, например, или какая, как называется их роль, какой у них тайтл в организации. Но есть еще холократик, тоже один из подходов, где люди работают в динамических кругах, где у людей может быть несколько ролей, и из-за этого они могут принадлежать к разным кругам. Это тоже один из таких более современных подходов, которые считаются на основе self-management принципов, где люди сами между собой очень много чего решают. Холократия очень сильно описывается своей конституцией, то есть это такой достаточно сложный подход, сложная трансформация. Ну и помните, да, я говорила, что я когда-то была очень большим приверженцем именно плоских структур. Я все еще действительно верю, что это такой здравый подход, потому что он во многом строится на принципах self-management, на том, что мы все взрослые люди, мы доверяем друг другу, мы несем полную ответственность за свою роль, мы выбираем, как нам развиваться самостоятельно. Но я ни в коем случае не использую это пропагандой, то есть я не говорю, что все так должны работать. Опять-таки помните, что у нас все, о чем мы сегодня говорим, это инструменты, и мы подбираем свои инструменты в зависимости от того, какую цель мы пытаемся достигнуть. Иногда там и в иерархических структурах где-то там важно, чтобы решения принимались очень однотипно, или важно, чтобы один человек принимал решения, или там быстрее так принимаются решения без многих обсуждений в разных кругах, во всех командах. И это сейчас там очень важно для организации, поэтому она выбирает для себя вот такой подход. Единственное, что я... Здесь такой более здоровый подход к даже иерархии, которая основывается больше на лидерщипе, чем на жестком менеджменте, микроменеджменте, контрол-менеджменте, и где все равно много дается свободы людям, потому что тогда вы видите и бенефиты от этого, что люди чувствуют это доверие, свободу, соответственно, они берут на себя больше ответственности, они лучше переживают за компанию, за цели, и они действительно вовлечены, включены в работу в компании. Ну и вот теперь, наконец-то, о контроле поговорили, о иерархии. Да, большой брат наблюдает за вами. На самом деле, в английском это действительно называется control systems, но это не о том, как хотите контролировать своих людей, это больше о том, как мы создаем free work. Под контролем здесь имеется в виду, вот так как организация у вас имеет свою UI, имеет свою стратегию, вы ставите какие-то цели, как мы понимаем, что мы идем к этим целям, как мы понимаем, что мы на правильном пути вообще, или может нам что-то менять, или где-то, может, с людьми что-то не срабатывает. Это вот такие у нас системы внутри организации, которые могут нам сигнализировать, что что-то здесь происходит не так. Соответственно, это процессы, опять-таки. Они могут быть разного уровня формализации, но хорошо бы иметь хотя бы основные процессы для того, чтобы, там, когда приходят новые люди, было понятно, какой костяк, что мы как делаем. В маленьких компаниях процессы тоже очень часто заменены культурой и ценностями, и это действительно работает достаточно долгое время, но вот когда компания начинает активно расти, все равно хорошо бы формализировать процессы, хотя бы самые основные, для того чтобы не получалось, что там каждый раз изобретается велосипед, соответственно, снижается эффективность, сложно интегрировать новых людей, многие знания передаются person to person, соответственно, если там уходит какой-то ключевой человек со всем багажом знаний, все очень легко может рассыпаться, и получается, что у вас организация больше построена на таком героизме вовлеченности отдельных людей, чем на системном, опять-таки, подходе, и на том, что система организации все саппортит и поддерживает. Обязательно иметь какие-то метрики, они тоже должны быть связаны с вашими целями, если вы ставите определенным образом цели, соответственно, вы это и меряете. Если тот же Ryanair, вернемся к прошлому кейсу, им важно было экономить время на посадку и на взлет, или, в принципе, следить за временем, они так и считают, это у них метрика, там, задержки во времени, это и главная метрика. Все очень логично в этом плане. Система вознаграждений. Тоже все должно связано быть, опять-таки, с вашей стратегией, с вашими целями и вашей культурой. Очень часто большой диссонанс здесь происходит, когда, например, вы хотите построить культуру кооперации, взаимодействия, взаимной помощи, а потом у людей индивидуальные бонусы. Звучит до смешного нелогично, но это прям очень часто встречается в компаниях. Естественно, когда твое выживание зависит от твоих собственных усилий, ты в первую очередь будешь думать о том, как закрыть свои цели, достигнуть своих потребностей, закрыть свои вопросы выживания, а потом ты уже только тогда сможешь смотреть, что там в остальной компании, что там у остальной моей команды. Поэтому, естественно, там любые вознаграждения, все, что называется материальной мотивацией, мы его подстраиваем под все остальные наши элементы. Но я говорила, что я, например, не большой приверженец вообще материальной мотивации в том плане, что там бонусы индивидуальные, потому что очень много исследований доказывают о том, что они провоцируют шорткаты, и люди стараются как можно быстрее прийти к тому результату, чтобы получить денег, а потом получаются вот эти скандалы, когда там страховые фирмы находят у себя очень много застрахованных призраков, так как у них KPI был, это квота определенного количества застрахованных людей, и под этот KPI был как раз приведен какой-то там бонус или зарплата, или повышение зарплаты. Ну и, соответственно, люди начали шорткатить, просто создавать призраков и создавать призрачные кейсы. Да, вот, кстати, был вопрос тоже, по поводу того, что у человека две роли HR и PM, и KPI обязаны под PM роль, а ожидается и HR, и это вот как раз одна из таких системных ошибок, когда нужно вернуться назад, прояснить ожидания от компании, и вписывать обе эти роли, так как в противном случае всегда будет идти этот конфликт, и в первую очередь внимание, весь фокус будет уходить на ту роль, в которой подвязан KPI, на ту роль, от которой, собственно, ожидают каких-то определенных результатов. Тоже вот один из примеров системных ошибок. Описание ролей – это у нас тоже система контроля, так как они нам помогают понимать, чего мы ожидаем от людей, и людям понимать на самом деле, чего от них ожидают. И вот это такая честная коммуникация, когда, ну, на самом деле, мы ведь в организации платим людям за определенные усилия, за их определенные знания, за их время, и когда вот эти отношения становятся очень честными, что вот мы ожидаем от тебя вот такого, сможешь ли ты это делать при найме, спрашиваем у человека, человек соглашается на это сознательно, и мы потом от этого, соответственно, отталкиваемся и строим наши ожидания от того, что мы знаем, что люди все согласились на вот эту роль, на вот такие функции, на вот это взаимодействие. Структура, о которой компании мы поговорили, это тоже частично система контроля, так как когда понятно, кто принимает решения на каком уровне, кто может оспаривать эти решения, то это тоже по-своему система контроля, так как мы понимаем, кто над кем может стоять, кто за кем может следить, перепроверять работу, кто чью работу видит, это тоже по-своему система контроля. Да, и есть еще одна интересная система контроля, она приходит извне, это наш рынок, наша ниша, которую мы занимаем, по-своему это тоже система контроля, в каком смысле, Если мы работаем вот в таком сегменте, который может потенциально пострадать от каких-то принятых regulations, от каких-то новых политиков в стране, то нам важно за этим следить, так как они очень сильно повлияют на нашу деятельность в компании, и это будет нас контролировать, но уже извне, поэтому это что-то на что тоже рекомендуют обращать внимание. Даже вот сейчас ситуация в Украине касательно, там, будем выходить в белое из IT, в IT-сфере, не будем, это тоже может повлиять на нашу деятельность, на наш найм, например, поэтому за этим очень важно следить и смотреть за развитием событий в этом плане. Ну и культура, кстати, для нас это тоже система контроля в таком более софтовом плане, так как мы говорили, что культура это те поведенческие модели, которые принимаются, не принимаются. Соответственно, если кто-то действует не в тех моделях принятых поведения, другие люди его потом либо начнут выталкивать из культуры, либо кто-то начнет давать открытый фидбэк, либо дойдет до увольнения, потому что всем будет некомфортно с ним работать, это тоже по-своему организации регулирует, контролирует свои процессы. Да, и самое сложное в этом всем это то, что мы работаем с людьми, и каждый человек это у нас тоже сложная система. У всех людей есть свои глубокие убеждения, есть свои тараканы, есть свой прошлый опыт. Очень часто, например, когда строишь какой-то новый тип организации или ставишь какие-то новые цели, нужно быть готовым, потому что с людьми придется много на входе работать в процессе анбординга, адаптации. Работать как раз с их ментальными моделями. Ну, условно, вот говорили про плоские структуры. Если приходят люди, которые постоянно работают в вирусических компаниях, и для них это привычно, то есть они думают, что решения должны приниматься вот так. Там придет начальник и скажет, как делать, или задачи должны ставиться кем-то. Соответственно, тогда вы принимаете решение, сможем ли мы с этим человеком работать, сможет ли он пересмотреть свои эти глубокие убеждения, ментальные модели, или не сможет, но тогда мы сознательно принимаем решение, например, не брать к себе такого человека и с ним не работать. Ну, и это зависит от того, насколько вот у нас устаканены процессы как раз анбординга, да, и прочие-прочие наши HR-процессы. Да, ну, и говорила немножко вначале о том, что очень важно работать с фаундерами в любых процессах изменения, так как их ментальные модели и глубокие убеждения могут часто тормозить изменения в компаниях. Если там даже вроде там фаундер соглашается, что нужно проводить вот такое изменение, это важно для нас будет, но у него глубоко в душе там людям нельзя доверять. Если, опять, люди ленивы, мы отказываемся от бонусов, но люди мотивированы деньгами, то, естественно, он сам потом будет это саботировать, и изменения будут невозможны. Ну, и опять-таки, хорошо, когда изменения происходят не сверху вниз, не от фаундера, а они происходят с двух сторон, поэтому нам очень важно тоже работать и с людьми, и с их ментальными моделями, с их убеждениями прорабатывать. И там вот был тоже вопрос хороший о том, какие должны навыки иметь HR и менеджеры, которые работают в процессе изменений с людьми. И вот один из, или там несколько навыков, связанных как раз больше всего с коммуникацией, с пониманием сильных слабых сторон своих людей, с пониманием их мотивационных факторов, то есть понимать, как, например, вот то изменение, которое мы проводим, может соединиться с их мотивацией, и как можно на них влиять, как можно их убедить. Ну, и быть в таком постоянном curious, любопытном состоянии, так как люди, которые находятся там ближе всего к клиентам, или которые исполняют действия, они могут давать очень ценный классный фидбэк. И если мы не приходим к людям как HR или как менеджер с тем, что я уже все решил, я уже знаю, как лучше, а мы приходим с открытым мозгом, с открытым сознанием, то мы можем с ними как раз очень эффективно работать, получать от них обратную связь и таким образом тоже подстраивать немножко стратегию, понимая, как это происходит вот на всех уровнях организации. И здесь очень важно тоже такое, не то что активное слушание, как пропагандируют, а эмпатическое слушание, потому что даже когда мы слушаем человека, очень часто мы накладываем на него свои ментальные модели, вот, например, или пытаемся с ним поспорить, исходя из своих ментальных моделей. Я думаю, у всех был такой когда-нибудь разговор в жизни, когда ты говоришь, ну, я там верю, что вот так происходит, или я вижу, что наши клиенты хотят получать лучший сервис, а менеджер какой-то говорит, да нет, они хотят другого. И на таком уровне очень сложно спорить, так как это столкновение ментальных моделей, и очень иногда важно поддавать сомнению свою ментальную модель и очень эмпатично, становясь на место человека, его слушать и быть готовым реально его услышать. Ну, и сюда же подходит гибкость ума, как раз возможность пересматривать, перестраивать свои убеждения, ментальные модели, возможность строить эдалт-эдалт, взрослые-взрослые отношения, когда, несмотря на то, сколько у нас уровней организации, какая у нас структура, мы всех людей воспринимаем как взрослых, которые заинтересованы в своей работе, которые думают о том, что они говорят, которые берут на себя ответственность за свои там решения слова. Мы всегда приходим к нему как раз с такой модели, и, соответственно, исходя из этого, мы, например, не прыгаем в спасателя, мы не пытаемся там спасти всех людей вокруг. Мы знаем, что у людей есть все внутри инструменты для того, чтобы докопаться к ответу, и мы можем им помочь как раз, исходя больше из коучинг-подхода, исходя из таких больше лидерщип-практик, помогать людям открывать способности, помогать им понимать, насколько там те трансформации, которые вы проходите, подходят для них, насколько они соединяются с их глубокими убеждениями. Из этого исходит тоже там, как проводить с ними сложные разговоры, опять-таки, не пытаясь все посыпать сахаром и сказать, что все классно, вот исходя из того, что человек взрослый, он сам сможет обдумать и принять решение. Ну, и сказал вот про коучинг-стиль. На самом деле, хороший и для HR, и для любого там топ-менеджера, middle-менеджера, хорошая способность в любых трансформациях, в принципе, в работе в компании – это возможность менять разные подходы, менять разные шапки. Бывают кризисные ситуации, когда нужно прийти и просто сказать, там, все немножко паникуют, ты приходишь уверенно и говоришь, что мы сейчас делаем вот так, вот так. Но при этом это не та модель менеджмента, которой мы придерживаемся все время. Мы понимаем, что мы выбираем, опять-таки, свои инструменты, у нас есть там тулбокс разных инструментов. Иногда мы людей учим, иногда мы их коучим, иногда мы очень директивно с ними общаемся. То есть мы понимаем, что у нас есть большой набор практик инструментов, и именно вот так мы с ними строим взаимодействие, так мы с ними работаем. Да. Ну и я уже поговорила немного о том, что, я думаю, видели всю эту картинку о том, что вот то, как мы себя ведем, это верхушка айсберга, под ним как раз наши глубокие убеждения. И пока мы не начнем двигать вот то, что внизу, верх наш никак не будет продвигаться, так как это совсем маленькая часть. Ну и мы уже вот на завершении, это уже наш предпоследний слайд, это уже так суммировать все, о чем мы поговорили. Собственно, я говорила, что нет простого ответа к тому, как построить успешную организацию, но есть много хороших гейдлайнов, которые вот мы сегодня проговорили, что мы подходим к этой задаче очень системно. Все элементы, о которых мы сегодня проговорили, они дополняют друг друга. Они не будут работать в разнобой, ну или работать они как-то будут, но они не будут приносить результата. Поэтому мы смотрим на связи, мы понимаем логические связи в организации, мы стараемся к этому подходить очень системно. То, что я говорила раньше, что мы все эти элементы рассматриваем как инструменты, то есть мы постоянно себе задаем вопрос, почему? Почему я делаю эту трансформацию? Почему я хочу поменять культуру? Почему именно такую культуру я хочу? Ну и, соответственно, из этого почему мы на самом деле выстраиваем свои стратегии на функциональном уровне или свою тактику в организации. Ну или иногда мы соглашаемся с тем, что у нас там недостроены какие-то вещи, но нам сейчас так окей, они не приносят максимум пользы, но нам там нужно быстро закрыть эту дурку, но мы делаем такие решения осознательно. Мы помним о трейд-оффах, о том, что выбирая любой инструмент, мы соглашаемся со всеми его классными, позитивными сторонами, но мы принимаем, что у него есть какие-то вот конс, какие-то вещи, которые будут нас немножко тормозить, может, где-то ослаблять нас будут. Мы нанимаем правильных людей, потому что без людей у нас ничего не получится, и поэтому HR-функция очень важна. Даже если вы, как мой друг СТО, сами выполняете HR-функцию, но очень важно продумывать свой на и подходить к нему очень стратегически, опять-таки опираясь на все, о чем мы сегодня разговаривали. Мы пользуемся разными инструментами менеджмента лидерщика в зависимости от наших ситуаций. Мы делаем решения и коммуникацию по стратегии изменениям максимально прозрачным и честным. Это, скорее, моя большая просьба. Вы, конечно, можете этого не делать, но я искренне верю. Это одна из моих ценностей. Это действительно частная коммуникация. И сейчас вот большой хайп, все читают книгу про Netflix, Powerful. Я там со многими подходами могу не согласиться, там, касательно развития людей или касательно их подходов, но то, что мне очень близко откликнулось в этой книге, это как раз то, насколько честно они строят коммуникацию. То есть, вот, например, они всегда говорят, что они не вкладывают очень много в развитие людей. Им важно нанять человека, который придет и решит их проблему или, там, сможет в будущем еще решать их проблему. Но как только этот человек перестает приносить им пользу, перестает выполнять свою функцию, они будут с ним расставаться. Там, может, я бы не пошла работать в такую компанию. Я верю, что нужно инвестировать в развитие людей и тому подобное. Но когда вот такая честная коммуникация проводится, вот, можно сделать легко этот выбор. Я не пойду, кому-то классно, окей, так работать, он туда пойдет. Я говорю абсолютно без осуждения, точно так же, как мы там, когда проводим собеседование, мы говорим о том, что вот у нас плоская структура, мы пользуемся self-management практиками. И людям, которые хотят работать в конкретно описанной среде, им будет не очень комфортно так. И это классно, когда это решение можно принять раньше, когда не нужно поработать с человеком несколько месяцев, а то и год, два года, помучаться, понять, причинить друг другу много боли и страданий, и в итоге все равно зайдись. Продумать стратегию мало, нужно ее еще воплотить в жизнь. Действительно, есть очень много исследований, что там только сколько, 14 или вот такие какие-то маленькие проценты стратегии воплощены в жизнь. То есть стратегия у нас – это не только о том, чтобы там продумать это, все вдохновить. Это действительно еще как понимать, как работать с изменениями, как простраивать коммуникацию по поводу стратегии, как работать с людьми для того, чтобы стратегии наши воплощались в жизнь. Поэтому мало просто поставить себе цель, нужно еще придумать, как к ней идти и постоянно мерить, идем ли мы к ней, что мы делаем, что мы не делаем, что правильно, неправильно. Поэтому очень важно еще и execution, то, что на английском называется. Помним о нем тоже. Находим, ценим, прислушиваемся к своему HR, так как я уже говорила, что у нас HR-функция для меня лично так сильно в центре организации. И одна из моих личных целей – это развивать больше бизнес, понимание HR-ов. И это опять-таки немного затрагивает тот вопрос, что нужно знать HR для трансформации в компании. это вот понимать элементы организации, понимать бизнес. Очень часто HR в Украине все еще выполняет более сервисную функцию, то есть есть там какая-то цель, я под нее делаю пакет соц, я там так анборжу людей, адаптирую их. Но нету такого, что можно сказать, что вот нашим людям было бы лучше, если бы мы поменяли процесс вот так вот так. Нету этого и с двух сторон очень часто, ни от HR-ов, которые могут прийти и сказать, я понимаю, что у нас вот такие цели, вот так у нас такая стратегия, вот нам это под стратегию станет вот просто в один ряд со всем остальным. Ну и нет такого часто понимания, нет понимания вообще важности HR, важности людей и на уровне организации, поэтому это двусторонний для меня очень сильный процесс. Ну и спасибо, что вы сегодня пришли. Напоминаю еще раз, вот да, я всю лекцию молчала, не говорила, что об этом поговорим детальнее на моем курсе. На самом деле, да, все элементы, о которых мы сегодня поговорили, они разобраны детальнее в моем курсе, и не только это. То есть там в первом модуле мы прям детально останавливаемся на стратегии, детально отдельный урок у нас по структуре, и, естественно, все с практикой, то есть мы будем брать кейсы разных компаний, анализировать вместе, пытаться понимать, как прикладывать. Будут домашние задания тоже такого креативного характера, поэтому если интересно, приходите, я буду очень рада. Плюс, да, если у кого-то остались вопросы, можно задавать и сейчас. Если у кого-то там вопросы, которые не хочется задавать при всех, то можно, конечно, написать мне лично. Ну и я как-то, когда делала презентацию, решила сюда не включать слишком много литературы и тому подобное, но если кому-то интересна какая-то конкретная тема, то можно мне тоже написать, я могу что-то посоветовать, почитать. Все. Теперь можно вопрос. Спасибо большое, Настя. У нас был вопрос в чатике, я тебе его кинула в Slack. Или можешь прямо в чатике посмотреть? Как говорить о зарплате сотрудникам, когда кто-то просит повышения бюджета, на это нет. Честно. Ну, я уже говорила, да, что честность – это мой большой, моя ценность личная. И там вот тренинги, которые мы проходили по коучингу, например, и по адалт-адалт-подходу, это как раз в том, что если вы честно скажете человеку, что вот такая ситуация, реально нет бюджета, я понимаю, что там это может за собой повлечь последствия, но давай вместе подумаем, что мы сейчас можем сделать, чтобы может там перекрыть какие-то твои потребности. Может, на самом деле человек, вот в таком разговоре, он, если услышит вот этот честный ответ, он скажет, мне на самом деле там не вопрос денег, мне нужно там, хочу сходить на какой-то курс, не могу себе его сейчас оплатить. И вы там договоритесь о том, чтобы дать ему какой-то лоун, например, на этот курс или там оплатить ему этот курс. Или человек просто, да, поймет и смирится с тем, что он сейчас нет бюджета, но вы можете поговорить о том, что давай вернемся к этому разговору через 2-3 икс месяцев, когда чуть-чуть понятнее станет финансовая ситуация. У нас на самом деле вот в период коронакризиса были такие разговоры, и вот так я честно их проводила. Есть люди, которым это тяжело честно воспринять, но с другой стороны, смотрите, если бюджета все равно реально нет, и он ниоткуда не возьмется, и вы взвешиваете, понимаете, что, ну вот есть ключевые сотрудники, ради которых мы там можем где-то уйти в минус, или мы понимаем, что этого человека важно сохранить, и поэтому мы ему поднимаем все-таки зарплату. Если это не тот кейс, то мы ему честно говорим об этом. И тут уже встречаются ожидания человека, и реальная ситуация, если человек, ну у него есть ожидания, есть потребности в сильных финансах сейчас, то ему принимать решение, соответственно, хочет ли он с вами оставаться, так как если у него потребность в финансах, и она не будет закрыта, он будет недоволен, он будет малопродуктивен, он будет плохо, ну он будет демотивирован, он будет хуже работать, поэтому лучше честно проговорить, понять его конкретный запрос, понять, если можно там вернуться к этому вопросу через 2-3-6 месяцев, когда может появиться бюджет. Если нет, то поверить, что человек взрослый, он сможет принять решение, основываясь на всех реальных существующих фактах. Я надеюсь, смогла ответить на ваш вопрос. Может, у кого-то еще есть вопросы? Да, может, кто-то хочет просто озвучить, да, может, о чем-то еще более детально спросить. Ну, вопросов нет больше. Я надеюсь, что все всем понравилось. Будем очень рады видеть вас на курсе, который будет вести как раз таки Настя, и она автор этого курса. Если у вас будут какие-то вопросы, почта моя, Оксана Мороза с Батрутикедами, у вас есть, можете писать какие-то свои вопросы, ищу уточнения, пожелания. Вот, я постараюсь максимально быстро на все отвечать. Да, можно найти, если что, меня на фейсбуке, у меня имя фамилия. Да, либо, там, если нужны, да, будут контакты Насте, я, конечно же, скину все, всю информацию, вот, если вы хотите лично с ней пообщаться, какой-то там вопрос, все, что вас заинтересовало в этой презентации. Да. Так, спасибо всем, что пришли. Очень, да, рада была, надеюсь, что было интересно. Всем очень хорошего вечера, и уже почти скоро выходных. Набирайте силу на завтра, да, еще последний рывок, а потом уже хороших выходных. Да, супер, всем хорошего вечера. Всем пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok